приветствую в первом уроке курса по резиновой верстке а в первом уроке в первом блоке уроков первой части курса мы будем верстать сайт компании яку таким образом он выглядит он первый потому что надо сказать наверное самый простенький двигаться будем как все нормальные люди до от простого к сложному и поэтому данный курс данный блок курса да я бы хотел чтобы он все таки был на первом месте в изучении всего курса резиновой верстки здесь мы поподробнее остановимся на некоторых вещах некоторые моменты я заострю на них внимание и более подробно поясню так макет выглядит таким образом с этим мы разобрались давайте пару слов по нашей организации папок да вот предположим идет у нас веакон нормально макет это макет формате psd который у нас присутствует да и таким вот образом он выглядит он фотошопе у меня уже открыт следующий момент это папка верстка до images в нее мы будем складывать все наши картинки которые мы будем нарезать в процессе верстки и папка и файл индекс html html и файл стиле и стайл css тоже открыты они у меня в dreamweaver абсолютно пустые и сейчас мы их будем наполнять так давайте приступим сразу же да уже наполним подключим точнее таблицу стилей так текст css и шрифт здесь указываем путь к нашему стилю ставил css так таким образом мы подключили таблицу стилей а это напомню путь к нашей таблице стилей поскольку она лежит рядышком вот здесь с нашим файлом индекс php то можно указать индекс html да то можно просто указать название стиля и соответственно он применится стиль у нас пустой давайте сбросим все отступы по умолчанию для всех элементов да так вот этим мы сбросили все отступы но не будем заморачиваться на файлах допустим резет css то есть сбрасывать уже повально все и выставлять на какие-то начальные вещи пока что по простому сделаем так вот как можно быстрее предварительные работы надо сказать выполнены со стилем и подключен он к нашей html странице а далее прежде чем начать писать здесь вот нашу код html нашей разметки да и для них с ней надо сначала определиться то есть прежде чем приступить непосредственно к верстке да нужно определиться что у нас будет на какие блоки будет делиться наша страница и так первое наверное с чего мы начнем это с того что наш хедер вот он наш хедер да это наша шапка на шапка нашего сайта так-то следующий элемент это будет у нас наша табличка а то есть ну скажем элемент контент но включать он будет сам по себе таблицу то есть это будет таблица состоящий из двух колонок посмотрим может быть вот это будет фиксированной ширины а плавать будет только колонка контента да либо это тоже будет фиксированной ширины допустим занимать может быть 30 процентов да а это соответственно все остальное либо она будет занимать какой-то фиксированный размер это мы в процессе отрегулируем да следующий момент здесь просто задержатся текст и логотип а не особо особо ничего интересного здесь контактные данные карта проезда и перечень продукции то есть особо ничего сложного опять таки не видно вот это вот плашка наша продукция да плашка наша продукция мы ее отнесем не к хедеру все-таки а к контенту потому что вот она относится вот как бы вот к этому виду продукции то есть к нашему к нашей правой колонке соответственно мы ее наверно когда будем верстать и разместим в правой колонке а потом просто наверх подтянем на наш хедер чтобы она заезжала так футер у нас соответственно содержит так то есть не не футер а хедер у нас соответственно будет еще содержать внутри себя блок иконок ссылки будут вести на главную на страницу контактов на страницу карты сайта далее будет содержать меню будет содержать форму поиска то есть хедер содержит самые стандартные элементы которые только могут быть единственное что логотип тут вынесен немножко под хедер а вот стандартное решение остальное все так абсолютно в элементарном любом сайте и причем здесь опять таки тоже нет ничего сложного то есть иконки стоят строго по левому краю форма поиска строго сверху строго справа плавает только лишь меню но это она прижата к правому краю так и соответственно футер тоже будет у нас еще один блок див и включающие там свои какие-то элементы долго комментировать его не буду вот он футер да будет блок с текстом будет блок с логотипом и будет блок вот с этим то есть а по сути да ничего сверх естественного нет осталось это все дело вписать назначить стиле да и аккуратненько расписать стиле ну вот чем мы с вами и займемся на протяжении этого и последующего урока начинаем как всегда мы с хедера и давайте немножко мы поисследуем наш макет стало быть что нам нужно нужна картинка с дорогой вот вот эта картинка и каким-то образом нужно продлить конец поскольку у нас верстка резиновая правильно то мы мы должны предусмотреть возможность повторения фона если картинка будет ну предположим шире вот наших 1200 пикселей ну или 1250 там наверно соответственно нужно каким-то образом заставить повторяться цвет здесь давайте тогда немножко поисследуем наш макет и на некоторые вещи станут ясными да вот мы сейчас возьмем откроем вкладку со слоями откроем наш макет и попробуем скажем так убрать здесь все лишнее так убрали иконки так надо нам убрать плашку с нашей продукции в принципе наверное можно почти все убирать кроме кроме хедера нашего так а компании то есть это наше меню тоже убираем и остался у нас единственная вот форма поиска тоже мы ее убрали да так вот таким образом мы оставили нашу ню и давайте теперь уберем дорогу и взглянем на макет видим да что есть элементы которые повторяются то есть даже в общем не не вооруженным глазом видно что вот эта вещь вот это вот это но они идут через какие-то периоды повторения абсолютно идентичны теперь если внимательнее посмотреть то можно увидеть что вот здесь вот повторяется она именно вот вот с этого маленького деревца да и скажем если провести аналоги то наверно вот она затем вот она то есть это тоже небольшая картинка которая просто повторяется соответственно ее надо взять аккуратненько вырезать и точно так же поставить в наш хедер и заставить повторяться по оси x ну то есть по всей ширине соответственно мы делаем выводим направляющую ставим ее вот здесь ну и все соответственно вот вот это наша картиночка да вот она же и повторяется на самом деле то есть она вот так вот стоит вот она да далее она вот ну и дальше она там повторяется как то как я еще нужно соответственно ее и вырезаем вырезаем тогда увеличиваем таким вот образом вырезаем делаем сохраняем для веб делаем сохранение в jpeg сейф и сохраняем в нашей папке резиновая верстка vicon верстка images вот в эту папочку и сохраняем ну с названием то есть head да это будет относиться к части head bg это значит что фон нашей шапки сайта да и ну main то есть основной так чему внимание на этом заостряю имена нужно давать тоже такие чтобы потом вспомнить к чему эта картинка относится и потом просто тотал команды например по алфавиту посмотреть сразу понять что вот все картинки которые начинаются с head они каким-то образом относятся к шапке да либо находятся в шапке сайта ну понятное дело что там такие картинки как лога не надо называть там хэт лога хотя если лога дублируется еще и в футере да то можно назвать хэт лога фут лога но тем не менее пытаться давать стараться адекватные имена которые потом можно немножко как-то разобрать так это мы вырезали давайте поставим собственно вырезать мы вырезали значит теперь делаем div назначаем класс давайте сейчас я говорю еще один момент что все наши блоки которые мы с вами выделили да то есть header footer соответственно да табличка с нашим основным контентом вот это все будет лежать еще в одном большом родительском диве то есть будет еще один вот такой вот большой 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 див который в себя будет включать вот наш хэдер нашу какую-то там еще внутреннюю там табличку например да и так далее назначаем ему класс каркас потом опишем поймете потом для чего он там нужен так и соответственно для нашей шапки див делаем класс делаем класс хэдер мэйн то есть это основной класс нашей шапки хэдер мэйн теперь идем стиле каркас попозже опишем немножко поясню для чего он нужен будет а хэдер мэйн опишем вот прямо сейчас дадим ему бэкграунд урал будет вот единственная наша картинка будет она слева располагаться сверху и повторяться она будет только по оси хэдер мэйн репет x в общем то файл индекс html у меня открыт уже поэтому я просто нажимаю в 5 до обновить браузере ничего не вижу потому что мы не задали никакой высоты то есть высота нулевая поэтому и не видим 181 пиксель видим высота у нас нашей картинки соответственно пока что просто чтобы показать да назначим высоту вообще высоту назначать не очень хорошо вот таким вот образом видим да что у нас наша картинка опять таки тоже повторяется все абсолютно как в соответствии с макетом повторяется все как говорится никаких проблем нет а теперь у нас есть такая штука как наша дорога да давайте с ней разбираться дорога видим что она просто наверх накладывается на все наши вот эти вот вещи на все наши холмы да и получается вот эта дорога с туннеля ну соответственно нам нужно ее вырезать точно таким же образом только на прозрачном фоне соответственно все фоновые картинки мы убираем оставляем только нашу дорогу да так так вот таким вот образом вырезаем главное чтобы было прозрачно видим здесь у нас белая но прозрачность у нас по формат png поддерживает а поддерживает еще гиф но он видим все равно края видите делает таким белым цветом поэтому нас это не устраивает вообще лучше всего делать все это в png соответственно сохраняем как png но опять таки head это все таки у нас будет фоновая картинка бэкграунда соответственно bg мы сделаем road например дорога да так я закрою это все дело без сохранений да и открою макет заново просто для экономии время чтобы не восстанавливать все слои и идем в нашу верстку да соответственно теперь теперь нам нужно сделать еще один div здесь делаем div ну понятное дело дадим какой-то класс ему сейчас мы можем дать класс просто header div класс header тоже в себя он может ничего не включать но вот этот header будет содержать фоновую картинку фоновую картинку с нашей дорогой то есть он будет ее содержать и располагаться она будет слева по верху да и не будет повторяться то есть здесь мы назначаем no repeat так да опять таки делаем данную вещь смотрим вот все отлично стало все хорошо проверим да все браузеры наши соответственно все у нас так стало все хорошо интернет эксплойер интернет эксплойер так и сраный момент интернет эксплойер почему-то у нас так header интернет эксплойер возможно потому что содержимого может быть нету так нет по содержимому он не ругается так вообще интернет эксплойер это такой интернет эксплойер как говорится да все 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 работают ничего такого сложного да прям нет на одну картинку разместили вторую картинку и он уже отказывается работать хорошо вот этот есть у нас такой вот помощник интернет эксплойеровский давайте посмотрим на структуру так хотя бы поймем хэдбг рот жпег почему он жпег если если он у нас по идее png так и здесь видим жпег да а если мы здесь по фаербагу посмотрим тоже жпег почему-то на из фотошопа сохранилась как 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 жпег да а а это я возможно когда сохранял все ясно это когда я сохранял наверное взял за основу bg main да header bg main там формат стоял и соответственно нужно просто взять поменять пнг ну если вы называли скажем так по су по своему да то ну то есть с нуля писали название то соответственно у вас должно быть все нормально так делаем пнг хлоп пнг все отображает 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 так эту закрываем где наш интернет эксплойер вот все отображается да просто сохранили в одном формате а в названии указали сохраняли как .png а указали название формата .jpg соответственно все остальные браузеры видим проглотили это а интернет эксплойер молодец сам отловил нашу ошибку и не захотел с этим делом работать так ошибку нашли момент полезный в принципе момент может быть в уроках и не очень хорошо допускать такие ошибки но тем не менее сразу видно каким образом можно ее исправить видим да что поработали с инструментом интернет эксплойера таким похожим на firebug от firefox тоже клавишей f12 вот он вызывается ну и соответственно можно посмотреть что и как у нас происходит по верстке поэтому я думаю полезная показалась такая вещь но в дальнейшем постараемся делать все с первого раза да и так далее идем далее идем класс каркас значит вот в данный момент записывается урок в разрешении 1024 1024 да не сильно большое разрешение надо сказать да то есть и если мы начнем уменьшать то ну вот это где-то примерно 1280 то есть вот это ну в масштабе естественно да все уменьшено но по большому счету где-то можно сравнить с этим и скажем если это будет очень большое разрешение например вот 1920 да то будет очень длинная такая полоса соответственно текст будет неудобочитаемый поэтому мы делаем наш класс каркас он будет всего лишь содержать значение минимальной ширины 970 пикселей и значение максимальной ширины максимальная ширина сделаем 1280 пикселей все то есть меньше вот этой ширины он уже сжиматься не будет как например вот здесь вот он будет сжиматься и сжиматься и сжиматься вот до нуля сейчас мы указали 970 пиксель я обновляю браузер вот обновил f5 нажал и видим что меньше 970 пикселей вот он соответственно уже начинает появляться горизонтальный скрол внизу и дальше просто контент у нас будет вот так скролироваться но тем не менее ширина будет всегда 970 вот если будет больше ширина до больше разрешения 1280 то он просто будет вот таким вот образом обрезаться да но сейчас сделаем еще один момент мы его от центрируем сделаем ему маргин 0 auto таким вот образом поставим по центру вот все да наш сайт какое бы дальше не было разрешение 1920 там 1600 еще сколько-нибудь больше да то соответственно он будет фиксированной шириной 1280 пикселей оставаться и по центру то есть это такой наиболее приемлемый вариант и потому что если делать его строго 100 процентов шириной то на широких экранах в разрешении 1920 да это скажем обычный 20 дюймовый монитор чтобы прочитать текст ну это не только глазами нужно очень сильно из стороны в сторону водить это еще надо и голову мотать туда-сюда чтобы прочитать такой текст то есть это не очень не то что не очень это совсем неудобно поэтому особенно когда еще сайт у нас такой да видим что не очень много там контента и особо нечего там растягивать на такие широкие экраны поэтому всегда делаем какую-то границу снизу вот например 970 пикселей чтобы гарантированно в 1024 мы всегда помещались почему в 1024 мы помещаемся она же начали 970 ну в принципе можно назначить где-то 980 990 может быть 1000 в зависимости от того что у нас ведь появится контент скоро да здесь появится еще вертикальная полоса прокрутки она же тоже свои пиксели съест поэтому на самом деле ну 980 здесь можно 990 назначать то есть вот такие моменты наверное на этот урок мы с вами завершим мы поговорили с вами о разрешениях о том как сделать вот такие плавающие картинки вправо-влево у нас да тоже все достаточно неплохо ездят все отображается во всех браузерах а в следующем уроке да я вас уже буду ждать и там будем непосредственно делать разметку под иконки формы и меню и соответственно с помощью стилей выравнивать в следующем уроке мы уже полностью будем иметь готовую шапку для нашего сайта и и и и и и и и и